Здравствуйте, друзья! У нас вопрос был про систему здравоохранения в Соединенных Штатах. И, собственно, мы неоднократно на эту тему говорили за те 2,5 года, что наш канал существует в этом формате. Но, с одной стороны, я понимаю, что новые люди подтягиваются, с другой стороны, я понимаю, что системы меняются, Обама Кер и какие-то вещи, новые элементы какие-то и так далее. Вот спрашивают, хорошо ли этот Обама Кер, потому что кто-то говорит, что он отлично сделал операцию по этому Обама Керу, кто-то, наоборот, недоволен и так далее. Поэтому как вообще с этим делом? Значит, я могу сказать, что у меня такой как бы естественный круг общения с парочкой врачей, которые изначально были очень негативно настроены по отношению к Обама Керу, считая, что все это сделано для того, чтобы потрафить каким-то гигантским страховым компаниям под видом того, что они сейчас 15% незастрахованных американцев, они их сейчас застрахуют и не будет больше незастрахованных там и так далее. В общем, какая-то была такая подоплека для шумихи политической. А чего дальше получилось? Вот мы сейчас смотрим. Но время идет, те огрехи чисто технические, которые там по ходу дела случались, уже давно все забыли, какой-то там веб-сайт, что-то он там сначала не работал, там туда-сюда, ну хорошо. Значит, что реально происходит? Вот если мы посмотрим на Кремниевую долину, а это, конечно, далеко не вся Америка, здесь получается такая история. Вот этот Обама Кер платит маловато, да, врачам. Поэтому получается так, врач, который возьмет Обама Кер, это врач, у которого нет лучшего страхового полиса, чтобы загрузить себя. Таким образом, если у вас вот этот полис Обама Кера, который вы купили, да, вам раньше не продали бы индивидуальную страховку, вам бы просто ее не продали, сославшись на состояние вашего здоровья, что оно, так сказать, недостаточно хорошее, чтобы вас застраховать. Но сейчас вам продадут, вам не откажут. Пожалуйста, у вас есть страховка. Следующая проблема, кто возьмется вас лечить? Вот кто конкретно этот врач, который захочет вами заниматься? Наверное, кто-то захочет. То есть я не хочу сказать, что уж совсем вот все до единого откажутся, но это проблематично. То есть приличный врач, который в бизнесе, который уже некоторое время в бизнесе и так далее, он и с хорошей-то страховкой может не взять, просто потому, что у него нет вакансий, он обслуживает какое-то количество людей, он больше не хочет брать. В общем, эта проблема остается. Что еще? Стало больше бюрократии. Стали меньше платить врачам. Как бы это все... Ну, это какой процесс долгий, это не то, чтобы он вот вчера начался. Стоит дороже, врачам платит меньше. Куда деньги делись? То ли в фармацевтическую индустрию пошли, то ли в страховых компаниях, скорее всего, и там, и там прилипает. Плюс бюрократический какой-то аппарат. Все это вместе очень дорого, и все это вместе жрет массу денег. Тем не менее, вот врачи, которые раньше говорили, что это все гадость, и, в общем, ничего хорошего из этого не выйдет, я сейчас вижу, как у них меняется мнение. Они говорят, знаешь, говорят, заработало. Вот несколько лет прошло, но заработало. То есть, где-то начали платить поприличнее, где-то появились какие-то полисы, которые можно брать. То есть, как бы уже не хочется их отталкивать. Еще какие-то тонкости внутреннего плана, допустим, которые заставляли раньше врача не брать страховку такую. Сейчас, вроде, получается, что можно и взять тоже. В общем, я и с донтистом поговорил, и с эндокринологом. У меня эндокринолог мой основной врач. То есть, он, как бы, мной занимается по всем вопросам, а если нужно к кому-то, он меня, значит, там, направляет. У меня нет простого физишена, хотя я сейчас вот собираюсь себе завести. И как-то и тот, и другой, в общем-то, сменили отношения на более хорошие. Теперь, если мы говорим про отношения, скажем, вот мое, да, вот к этому делу, я что хочу сказать, что так сложилось исторически, что в Соединенных Штатах практически единственной развитой стране вот есть такая странная система здравоохранения. Во всех остальных развитых странах она другая. То есть, там не безумно дорогое здравоохранение, намного дешевле нашего. Там государство, как бы, обеспечивает некоторый минимум здравоохранения, неплохой минимум, неплохой. Со всеми там разговорами о том, что у нас лучше тут и лучше там, и очередь меньше там и так далее. Но, если вы разницу в цене посмотрите, то вы скажете, что, безусловно, за те деньги, которые мы платим, мы получаем гораздо меньше на доллар, чем они там. И получается такая история, что в силу каких-то причин, известно каких, но сложился идиотизм, состоящий в том, что медицинское страхование человека, его семьи, зависит сильно от того, где он работает. Не от того, в какой стране он живет. Понимаете? А где он работает в этой стране. И это, конечно, сущая чушь собачья. Поэтому самая основа реформы здравоохранения, которую делал Обама, если бы он хотел реальную реформу сделать для современной, капиталистической, развитой страны, он должен был перейти вот на такую систему. Где государство гарантирует каждому человеку некоторый минимум услуг. А хочешь больше, пожалуйста, купи дополнительную страховочку и ходи туда, где у тебя возьмут дополнительные денежки. О чем речь-то? Никто же не запрещает больше заплатить и больше получить. Но откуда берут деньги на такую систему здравоохранения, скажем, страны Европы? Или там Канады? А вот начинается, вот у нас, допустим, пачки сигарет там стоит, я не знаю, я не покупаю, ну, так, не знаю, 4,50, а там стоит десятку. У нас бензин вот стоит вот за литр, сколько у них за галлон. Наоборот, наоборот, у нас за галлон, как у них за литр там. Вот, поэтому вот начинают налог, как бы на роскошь определенную, определенную, да, и вот деньги, плюс бюджетные, наверное, деньги там тоже есть. Поэтому Обаме, чтобы такое здравоохранение ввести, значит, надо было бы ответить на вопрос, деньги где взять? Дальше бы он начал повышать цены на бензин, цены, значит, на Курева, там, наверное, еще на что-то, да, я не знаю реально практики там других стран, откуда они это все берут, кроме бензина и Курева. Но вой поднялся бы страшно и со всех сторон. Поэтому, может быть, из-за этого они так, я не знаю, я с трудом представляю, чтобы они не рассматривали вот такой вариант. Это все-таки демократы, они, ну, во-первых, они не глупы, так они-то образованные люди, во-вторых, они смотрят на либеральные страны Европы, они смотрят на практику там социалистических таких вот, современных, капиталистическо-социалистических стран, и там есть Швеция, есть Франция, есть Канада, в конце концов, ну, что такое, им есть на что посмотреть. И в итоге они приходят вот к этому куцому, безобразному, ничего не решающему абсолютно варианту, который стоит чудовищных денег, и при этом мы так и остаемся застрахованными по месту работы. Они, правда, вот там, как бы облегчили процесс застраховаться самостоятельно, независимо от места работы. Это правда, да, вот они вот это, это существенно, кстати, я хочу сказать, что это очень существенно. Вот, но сказать, что эта реформа в принципиальном плане что-то решила, кардинально что-то улучшила, вот те 15 миллионов человек, вот там, не миллион, а 15 процентов населения, 45 миллионов человек, которые не имели страховку, они, наконец, слава богу, защищены там и так далее, не больше, чем были. Не больше, чем были. Есть штаты, где Обама Керр вообще никак не двинулся никуда. Вот, например, в Техасе, в таком очень республиканском месте, они там даже и записи не производили. Я не знаю, изменилось ли что-то за пару лет, но вот это при том, что в Техасе 25 процентов населения не имели на тот момент страховки. Не знаю, стало ли лучше сейчас. 25 процентов населения, не 15, как по стране, а 25. Поэтому я не вижу ничего в этих системах здравоохранения, которые они вот сейчас тут делают, кроме того, что будет потрачено много денег и не выиграно абсолютно ничего в качестве здравоохранения. Вот я бы так сказал. Если, когда Клинтон должен был, но не сделал реформу здравоохранения 20 с лишним лет назад, у нас расходы на систему здравоохранения были по стране 250 миллиардов. Сейчас мы уже там 2,5 триллиона. Значит, мы в 10 раз больше денег тратим, чем тогда. И сказать, что система здравоохранения у нас лучше сегодня, что-то я сомневаюсь. Вот не вижу. Я как простой, так сказать, потребитель, не вижу. Ну, то есть, безусловно, стало лучше. Я не хочу сказать. Есть рост какой-то, но чтобы в 10 раз дороже, вот за это, по сравнению с тем, как-то у меня не укладывается. Я хочу узнать, где деньги вообще. Хотя можно догадаться, конечно. Так вот, что тут скажешь? Не у врачей. Хотя врачи в целом неплохо зарабатывают, но они не осели у врачей. Они осели у тех, кто администрирует процесс. Вот, так что, и опять, это фармацевтия, это страховые компании, это государство со всеми там прибабахами. Поэтому вот так. Значит, я бы не ожидал ничего кардинального от системы вот этого Обама-Кера. Честное слово, я не понимаю, каким образом какие-то странные такие меры, которые в корне не решают проблему, могут каким-то образом что-то улучшить. Это вот как иммиграционная реформа. Если в корне проблему не решать, а тут вот немножко, знаете, там вот, там, знаете, как проявление лечить. Вот есть болезнь там, и человек сыпью покрылся. Ну, давайте его зеленкой помажем. Он теперь зеленый будет ходить. А болезнь никуда не ушла. Понимаете? Сыпь – это проявление болезни, это не сама болезнь. Вот, собственно, вот то же самое, что мы сейчас имеем. Вот система здравоохранения у нас такая покрылась сыпью. И вот ее сейчас мажут зеленкой, мажут, время от времени покрикивая, знаете, там, ага, попался, ага, излечился, вот мы как сейчас. Ченч, такой ченч, понимаешь, снова ченч. Не знаю, что будет дальше, посмотрим. Уже никто не верит в ченч, но изменить что-то тоже невозможно. Казалось бы, республиканцы, имея большинство в обеих палатах, и крича, ага, попался перед выборами, что вот сейчас они наведут порядок в этом Обама-Керре, пальцем о палец не ударили, ни на микрон, ничего не сдвинули, и не видно, чтобы какая-то инициатива была с их стороны и так далее. То есть, какое-то невероятное кидалово произошло. Вот, в этом плане. То есть, вот, да, могут в Америке кинуть? Вот это кидалово, настоящий. Вот они шли, иммиграционную реформу они сейчас сделают, они сейчас здравоохранение вернут на место, пальцем не пошевелил никто. Поэтому, что тут скажешь, не знаю. В общем, пока так. Да, вы, как бы, должны понимать, что, в целом, как бы, страна состоит не из 15% населения, а все-таки из 100%. Поэтому, те 85%, которые покрыты, это уже кое-что. Как бы, у них все нормально. Те 15%, которые не покрыты, у половины из них, может быть, у двух третий из них, тоже все нормально. Они не потому не покрыты, что им вот по зарез нужно, а им не продал никто страховку. Они потому не покрыты, что они не хотят деньги на это тратить. Они молодые, здоровые ребята, не хотят. Там, раз в год, там, я не знаю, там, не знаю, девушка молодая сходит там к гинекологу, ну, так она заплатит 300 долларов из кармана. Что такое? Или там 150, ну, с анализами, может быть, там, не знаю, 400. Но это все равно выгоднее, чем любую страховку платить. Поэтому это не то, что 15% страждущих. Нет, я вас умоляю, наверное, есть страждущие. Я думаю, что и со страховкой есть страждущие. Допустим, ему бы хотелось лучшую страховку, или уж там больше заплатили, там, чего-то ему не оплатили. И так далее. Но по большому счету я хочу сказать, что проблема не так катастрофична, как может показаться. То есть, 45 миллионов людей, у которых нет страховки, это не 45 миллионов людей, которые лишены возможности получить услуги системы здравоохранения. Более того, среди тех людей, у которых нет страховки, но им действительно что-то нужно, у нас, слава богу, есть мощнейшая система, мощнейшая бесплатного медицинского обслуживания. Мощнейшая. Поэтому у нас люди на дороге не умирают. И как бы такого, чтобы сначала спросили страховка, а потом помощь оказали, такого тоже нет. Вот. Часто я слышу какие-то вот вот мужик там на миллион, не знаю, на 50 тысяч влетел за операцию. Он не за операцию влетел, а за дурь свою. Потому что если он бедный, с него никто копейки не возьмет за эту операцию. А если у него есть 50 тысяч, чтобы с него взять, но не может быть не 50 тысяч возьмут, там с ним договорятся на 30, там растянут ему на 10 лет. Но ведь почему это произошло? Потому что он имеет деньги. Но вместо того, чтобы купить страховку, он решил взять риск на себя. Понимаете? И дальше, когда у него что-то приключилось, а виноват в том, что страховки нет, он и только он, потому что деньги у него есть. Нет денег, нет претензий. Вот. У него деньги больше того бедные и вообще застрахованы государством. У нас там сколько их там, вот на Велфере люди, которые и так далее, они застрахованы. У них есть страховка. Неплохая, кстати. Совсем неплохая страховка. Поэтому когда денег нет, никто с тебя не возьмет. Так что я не хочу сказать, что система страхования нормальная. Она, безусловно, нуждается в каких-то изменениях, которые не дал особо вот этот Обама Керр, так, может быть, чуть-чуть, но она далеко не в таком катастрофическом положении, как может показаться, когда вы послушаете людей, которые в этом деле вообще, ну, как бы, совсем ничего не понимают. А вот что-то прочитали, где-то услышали, какой-то кошмар, и вот дальше у них вся система стала кошмаром. Нет, не такой кошмар. При всем при том, что бывают несимпатичные случаи, там, и так далее, конечно. Счастливо, ребят!